Экзитполы показывают, что консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэйном в неочередных выборах в британский парламент потеряла абсолютное большинство. Вместо того, чтобы заручиться ещё большей поддержкой избирателей, она, как предполагается, утратила места в 650-местной палате общин. Теперь у неё приблизительно 318 мест. Главная оппозиционная партия лейбористов во главе с Джереми Корбином, наоборот, позиции улучшила. Тереза Мэй была инициатором досрочных выборов. Она ожидала, что получит от общества мандат для проведения переговоров о Брексите. Но теперь стране грозит так называемый «подвешенный парламент». Скорее всего, партии начнут переговоры о создании коалиции. Лейбористы говорят, Мэй не составила чёткого плана выхода из ЕС. «Тереза Мэй семь раз говорила, что не будет объявлять досрочных выборов. А потом взяла и объявила их, хотя это было не обязательно. Она говорила, что голосование будет за Брексит. Но мы не увидели от неё детального плана, какими будут наши будущие взаимоотношения с Европой». Для абсолютного большинства консервативной партии нужно получить хотя бы 326 мест. Но этого, скорее всего, не произойдёт. В истории были прецеденты, когда формировали так называемое правительство меньшинства. Но в этом случае для принятия законов ему требовалась поддержка других партий в Палате общин. Впрочем, история также показывает, что правительства меньшинства существовали недолго. 13 июня парламент первый раз соберётся в новом составе. До этого срока Тереза Мэй должна либо договориться о коалиции, либо подать в отставку. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Терезу Мэй уйти с поста. Он сказал, что хочет сформировать правительство, которое представляло бы всех граждан страны.